Здравствуйте, я Сергей Панарин. Это программа «Точка зрения» на канале ТВК. Сегодня мы будем говорить о детском телефоне доверия, который действует в нашей области. У нас в гостях заведующая отделением экстренной психологической помощи по телефону доверия Светлана Кобзева. Мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задавать по телефону 235-244. Светлана Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Валерьевна, вот я для себя недавно узнал, что в Липецкой области есть детский телефон доверия. Вот когда он был создан, для чего он был создан. И, ну, самое главное, наверное, я, например, не знал, может, кто-то знает, номер этого телефона доверия. Начну сразу с номера. 8 800 2 122. Телефон доверия – это популярная, распространенная услуга оказания психологической помощи. Если говорить о истории возникновения телефона доверия, то в 1953 году Чар Твара, священник английский, напечатал свой номер телефона в газете и сопроводил текстом о том, что может звонить любой, кто попал в трудную жизненную ситуацию, испытывает одиночество, может обращаться и звонить. То количество обращений, которое было на него обрушено, его удивило. Через какое-то время он перестал справляться с потоком звонков, привлек людей, которые его поддерживали в этом начинании. И с тех пор возникла сеть оказания помощи по телефону доверия. Сегодня наша встреча приурочена к празднованию Международного дня детского телефона доверия, который во всем мире отмечается 17 мая. И в России уже 5 лет этот праздник также празднуется. Проходят масштабные мероприятия, приуроченные к этому дню, родственские собрания, классные часы. Нет, все-таки детский телефон доверия в Липецке, он сколько существует? Сейчас, в марте 2011 года, в рамках общенациональной кампании по противодействию жестокого обращения с детьми, подсоединили федеральный номер 8 800 2122. Телефон доверия как бы дополняет существующую в России систему защиты детей и является действенным каналом по оказанию помощи. Ну, все-таки защиты, вот вы сказали, один из инструментов защиты детей. От кого защищают наших детей с помощью этого телефона доверия? Защита детей. Возможно, насилие в семье, возможно, трудные жизненные ситуации, в которых ребенок находится и не в состоянии самостоятельно справиться. Понятно. Ну, все-таки, как часто в Липецке поступают звонки на этот номер? Телефон доверия работает в круглосуточном режиме, поэтому звонки поступают круглосуточно. Ну, а сколько их в день? Там 10, 20, 30, что? Начиная от 10-12 доходит иногда до 40. И кто принимает эти звонки? На телефоне доверия работают специально обученные люди, это психологи, которые работают в суточном режиме и принимают обращения. То есть ребенок может позвонить по этому телефону доверия. Есть ли какие-то темы, за которые вы не беретесь? Или тематика определяется как-то кем-то она? Или можно... Есть определенный кодификатор, по которому разбиваются звонки по проблемам. Но нет такого, что вот вы позвонили не с той темой, и мы с вами работать не будем. Выслушивается все, отрабатывается все. И какие вот все-таки, самый главный вопрос, с какими проблемами вам в своей работе чаще всего приходится сталкиваться и выслушивать их от подростков? Чаще это все-таки взаимоотношения. Взаимоотношения в семье, взаимоотношения среди сверстников, взаимоотношения, межполовые взаимоотношения. Это то, что в большей степени бывает и другие обращения, но это та тема, которая более волнует детей. Да, но все-таки вы говорите о межполовых взаимоотношениях. Это, наверное, уже все-таки подростки, скажем так, да? А дети вот звонят, с какого возраста они начинают звонить на этот телефон доверия? На телефон доверия 8800-2122. Были звонки в возрасте 4-5 лет, но они очень редки и обычно звонят с проблемами страха. Одиночество, страха. Да, то есть у вас, вот ваши специалисты, они как-то, они могут ответить на любой вопрос? Или там, если это проблема взаимоотношений, то один специалист общается, если проблема там в семье, то другой специалист общается или нет? Нет, тот человек, который работает, принимает звонок, он отрабатывает тот запрос, с которым обращается абонент. Да, ну, проблемы у детей, они же бывают и сложные, и совсем шуточные. Все-таки, как это происходит? Вот человек звонит, я не знаю, ну, там, получил тройку он в школе, для него это трагедия. Вот сколько времени понадобится вашему специалисту, чтобы успокоить ребенка? Пока ребенок не успокоится. Так, а если он вообще не успокаивается? Успокаивается. Успокаивается? Да, дети, они умеют быстро найти аргументы, и при помощи психолога, который направляет и координирует тему, почему произошло такое, что с этим делать, чтобы не попасть в следующий раз в подобную ситуацию, разумеется, дети обычно это понимают сразу. Даже когда уже звонят с такой проблемой, они уже знают, что проблема была в них, что они не подготовили уроки. Да, но бывают иногда все-таки совсем шутеньные звонки, на которых не хочется отвечать. Что вы делаете тогда в таких случаях? Есть категория розыгрышей. То есть любят пошутить все-таки дети, да? Дети, да, подростки любят пошутить. Но с этой категорией также работают серьезно, в полном объеме, так как если психолог отрабатывает звонок, и ребенок не получает негатива, в следующий раз он уже обратится с более серьезной проблемой. Или если он в данный момент, как сказать, рисуется перед аудиторией, классом, перед друзьями, все равно они проигрывают эти темы, которые им интересны, которые либо их беспокоят, либо коллектив, в котором он находится. Да, но вы все-таки, есть какие-то приемы или способы, как вот вам удается успокаивать детей, подсказывать им выход из тех ситуаций, в которые они попали? Или их много вообще? Или там на самом деле есть три основные проблемы, с которыми сталкиваются, и вот из этой проблемы мы выйдем так, из этой так, а из этой так? Нет, проблем очень много. И психолог в первую очередь направляет ребенка, подростка на тот путь, который близок к ему. То есть резервные знания по проблеме, возможно, ситуация, которая происходила у знакомых, у близких, у друзей, у родителей, в фильме, в книге. То, что ребенок сам уже видит в подсознании как выход, психолог наталкивает его на более правильный путь, и уже это принимается как за свое решение. Но все-таки вы не думали, почему вот дети, они звонят на телефон доверия, когда, ну, казалось бы, там есть родители рядом у всех, есть учителя в школе. То есть зачем вот звонить непонятно кому на этот номер? Еще Чартвара, когда создавала свою линию, пришел к выводу о том, что консультант хороший получается из доброго человека, который обладает набором качества. Это как терпение, умение слышать, слушать, не перебивать, не советовать много. И то, что люди, которые обращаются в первую очередь, получая экстренную помощь, они хотят быть услышанными. Что касается семьи, если ребенок уже позвонил на телефон доверия, возможно, в семье не так все гладко. Во-вторых, дети переживают, что родители могут критиковать, не понять или начать очень активно действовать в ситуации, когда хочется самому решить. Но так как мама меня слишком любит или папа слишком опекает, могут совершить поступки, которые мне сейчас не нужны. То есть, в принципе, обратиться к кому будет в этой ситуации более правильно. К человеку, который не заинтересован, который не осудит и выслушает и подскажет. А учителя все-таки, как они реагируют на вашу службу? То есть, допустим, в вашу службу поступает звонок с жалобой, что в школе такое-то, происходят там не очень хорошие вещи. Вы не чувствуете, что из образования вас люди не очень так должны любить, скажем? Мы сотрудничаем со школами, мы выезжаем на классные часы, на родительские собрания, на открытые уроки. Нас рады видеть, понимают необходимость нашей работы. С такой проблемой мы не сталкивались. А все-таки вот этот звонок, он анонимным всегда остается? Или бывают случаи, когда вы видите, что серьезная довольно-таки ситуация, и надо обратиться дальше в какие-то службы? То есть, если вам ребенок с какой-то серьезной проблемой действительно к вам обратился? Анонимность гарантирована, но бывают ситуации, когда услуга «Телефонное доверие» выходит за рамки телефонного консультирования. Это, к примеру, давайте. Кризисная ситуация, когда идет угроза жизни ребенка. Допустим, идет сообщение о том, что там в такой-то семье либо при напряжении нуждами ребенка, либо ребенок подвергается насилию, либо находится постоянно в ситуации, когда родители пьют, двери открыты, время за полночь, ребенок не спит, кричит. Сообщаются адреса, фамилии, имена. Если информация подтверждается, то идет уже взаимодействие с другими структурами, службами. Ну, сообщаются адреса, это вам сообщают эти адреса? Да, если вам сообщают, то да. То есть, вполне возможна ситуация, что там соседи, допустим, посторонние люди просто звонят и говорят о проблеме, которая там, ну, в соседней квартире, условно говоря, возникла, правильно? Да. Такое тоже может быть? Может быть. Такое бывает. А вот эти проблемы, с которыми на телефон доверия звонят дети, и все-таки есть телефон доверия и для взрослых людей, они вот в чем различие? Есть ли различие между взрослыми проблемами и детскими проблемами на телефоне доверия? Или все приблизительно одинаково? Кто такие взрослые? Это те же самые дети, только возрослевшие. Разница, конечно же, есть. Если наблюдать по проблемам, взрослых все-таки это беспокоит больше ситуации в семье, проблемы насилия, проблемы разводов. У детей все-таки взаимоотношения, построение отношений. Ну, построение отношений – это дружба? Что это такое? Дружба, любовь, в классе авторитет, взаимоотношения с родителями, проблемы воспитания со стороны родителей, взаимоотношения в семье между братьями и сестрами. Спектр очень широкий. А вот эти школьные проблемы вы не пытались, ну, может быть, какие-нибудь тренинги для учителей проводить? То есть, как вот решать вот эти конфликты школьные, которые всегда возникают в большом количестве, но в пустом месте, можно сказать. Есть такое или нет? Мы сотрудничаем с кризисным центром, который организует психопрофилактическую деятельность, выезжая в школы и отрабатывая тему конфликтов. Это идет тема для детей и подростков. Ну, а учителя в этом участвуют или нет? Или они в стране всегда? Учителя присутствуют. Понятно. Если все-таки вот есть номер, про который мы говорили, 8800-2122, если на этот номер звонит взрослый человек, вы с ним будете общаться или не будете общаться? Взрослый человек звонит по проблеме детства или просто по своим проблемам? Ну, по проблемам, допустим, что у него возникли там какие-то проблемы с его же ребенком, у него же семья. Да, конечно. Номер 8800-2122 рассчитан не только на детей и подростков, на родителей, на педагогов, а на все темы, которые касаются детства. Ну, если звонят взрослые вот на этот номер, какие проблемы чаще всего у них возникают, что им требуется помощь такого, ну, уже психолога? Угу. Когда есть кризисные периоды возрастные у детей, кризис трех лет, дети идут в школу, возникают напряженные отношения в семье, родители не знают, как поступать и как делать, звонят. Также, когда подростковый период, взаимоотношения нарушаются, авторитет родителей уходит на второй план, есть звонки, когда звонят и папы, о том, что отношения нарушены с дочерью, дети уходят из дома. Такие тоже бывают звонки. Да, но все-таки можно ли помочь человеку в такой ситуации, если, там, допустим, вот вы сказали ребенку 3 года, там, ну, все родители говорят, ой, меня, там, мой мальчик, девочка, там, перестали слушаться, стали капризными, то есть опять 10-й. Если вы не видели ни эту семью, ни этого мальчика, девочка, как можно помочь в этой ситуации? Кризис трех лет, во-первых, ознакомит родителей с особенностями этого периода. В том, что это возраст, самоутверждение, когда ребенок пытается отсоединиться от родителей, свое «я» проявить, которое сопровождается подобными негативными явлениями. Здесь самое главное – правильно реагировать родителям, разрабатываться пути, как себя вести с ребенком, где идти на поводу, где не идти на поводу. Если более сложно, то уже идет ориентация на очное консультирование к психологу, на более глубокую проработку. Ну, то есть это есть стандартные проблемы, есть стандартное, скажем так, решение этих проблем, и вы просто подсказываете родителям, как можно из них… Учитывая возрастные особенности детей, да, знакомятся родители, знают, как себя правильно вести, потому что иногда даже в подростковом возрасте родители не знают, как взаимодействовать. В силу своей директивности, я сказал, в подростковом возрасте уже нужно вести договорные отношения с детьми. Понятно. Светлана Валерьевна, у нас время рекламы, оно будет совсем короткое, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, это программа «Точка зрения» на канале ТВК. Сегодня мы говорим о детском телефоне доверия, который действует в нашей области. И у нас в гостях заведующая отделением экстренной психологической помощи по телефону доверия Светлана Кобзева. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 235-244. Светлана Валерьевна, вот мы говорили о тех проблемах, с которыми обращаются дети на телефон доверия. Все-таки вы, как психолог, можете сказать, какой возраст, он самый проблемный среди подростков? Вот вы сказали, есть там три кризисных возраста. Вот самый кризисный из всех кризисных, это что у нас получается? Не могу такого сказать. Каждый возраст по-своему особенный, по-своему интересный. И в каждом возрасте случаются свои кризисы, свои переживания, свои сложности. Ну, многие не секрет, что считают самым кризисным, это там возраст 12-15 лет, вот этот переходный период. То есть откуда такое мнение тогда появилось? Ну, это когда происходят и физиологические изменения в организме, и созревание психических процессов, когда уже не ребенок, уже практически взрослый. Ребенок учится брать на себя ответственность, отвечать за свои поступки. Если раньше за него отвечали родители, то теперь уже сам подросток отвечает за свои поступки. Поэтому очень сложно. То есть не на пустом месте это все-таки? Не на пустом месте. Все-таки, если у вас случаются такие звонки, которые требуют такой, скажем так, немедленного реагирования, то есть вам звонит ребенок и говорит, что его посетили мысли о суициде, вот он там стоит у открытого окна или еще там где-то он находится, что вы делаете в таких случаях? Идет отработка кризисного звонка, работа с суицидом. Он отрабатывается по алгоритму. В первую очередь, не просто так ребенок будет наподобно решаться. Следовательно, есть какой-то ряд причин. Работа с эмоциями. Ну, давайте мы об этом чуть попозже поговорим, пока у нас есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Я хотел бы выразить о благодарности службе детского телефона доверия. У меня просто была проблема взаимоотношений с ребенком. Ну, я как бы не хочу оглашать, но мне помогли, вот очень качественно разобрались. И поэтому я хотел бы просто выразить о благодарности данным специалистам. Хорошо, мы вас услышали. Слава Валерьевна, возвращаемся к теме. Ну, суицид, это, наверное, самое тяжелое, самое плохое, что может случиться в вашей работе. Правильно? Это один из сложных моментов в работе на телефоне, как и вообще в жизни. Все-таки, ну, что заставляет детей, как бы, думать вот о таких вещах? Многие говорят, что там в социальных сетях, в интернете полно сайтов, вот про эту тематику. Вы можете объяснить, откуда у них появляются такие мысли вообще? Ну, в благополучной семье в ряде такие мысли возникнут. Наблюдаются ряд... Благополучная семья – это что вы имеете в виду? Когда ребенок любим, слышен. То есть это не обязательно финансовый достаток? Нет, это не обязательно. Финансовый здесь вообще никакой роли не играет. Если ребенка любят, ему уделяют внимание, если его мнение авторитетно, оно слышится в семье, разумеется, подобная мысль вряд ли возникнет. Если говорить о ситуации, бывают как бы семейные династии, да, то есть дядька повесился, родственник повесился, как бы вот есть в семье подобные тенденции. Это тоже может быть. Плюс волна информирования в прессе. Часто дети не задумываются о суициде, но когда это начинают поднимать, обсуждать, темы становятся интересны. Но интересно, что они про это начинают узнавать что-то или... Они начинают играть с этой темой. Как же среагировать, как этим можно воспользоваться, сманипулировать, добиваясь своего. Вот я вот это сделаю, я вот это скажу. Чаще, конечно, происходит то, что ребенок, подросток не собирается уходить в жизни. Это просто как путь манипуляции. То есть он пытается решить какие-то свои проблемы таким способом. Да. Но все-таки, если вот случился такой звонок, все-таки вы с ним только разговариваете или пытаетесь выяснить, где он сейчас находится, что с ним происходит. То есть этот звонок, он вот закончится только тогда, когда вы трубка, пойдут гудки длинные или будет дальнейшее продолжение? Мы говорим о суициде или вообще об обращениях? Ну, вообще об обращениях, на самом деле. Пока человек, который обращается к консультанту, не придет к выводу о том, что его ситуация для него в данный момент стала разрешимой. Чаще звонки подобного характера заканчиваются благодарностью. Да, я понял, я знаю, что я буду делать. До свидания. А вообще часто такие звонки поступают к вам? Такие-то какие? Ну, вот, а суициде детскому? К радости или к счастью? Не так часто. Чаще дети играют с этой темой. Если человек собирается идти в жизнь, он вряд ли будет это афишировать. Да, ну а все-таки эти дети, они, ну, ведется ли учет? Ну, мало ли, может, у человека действительно какие-то проблемы? Может, ему действительно надо с кем-то поговорить, с ним позаниматься, чтобы его эти мысли оставили? А все-таки эти звонки, они как-то учитываются в дальнейшем или не учитываются? То есть вот человек позвонил, вы с ним поговорили, он сказал, да, окей, все хорошо, и вы забыли. Или нет? Такое трудно забыть. Это, во-первых. Во-вторых. Нет, я имею в виду, что узнается ли кто это звонил на самом деле, ищется ли этот подросток. Если человек не ищет помощи, если не сообщает данных о себе, то это остается на совести самого обращающегося на линию. То есть у вас просто нет таких возможностей, чтобы найти... Нет никаких возможностей и нет как бы полномочий, потому что в первую очередь это все-таки услышать, поддержать, дать уверенность человеку, что он не один в этом мире, что есть люди, которые его слышат. Если происходят... Какие вообще сложные ситуации? Это вот суицид, насилие в семье или еще есть что-то такое тяжелое для психологов? Психологов. А именно для психологов, которые работают на линии? Да, да, да. На линии работают люди живые, и у каждого есть ряд своих проблем. Поэтому ситуация для абонента, так же, как и для консультанта, может быть сложной, начиная от потери. То есть то, что переживается самим человеком, не проработанным, как у консультанта, может стать сложным звонком. Не говоря, конечно, о кризисных. Кризисные звонки, они сами по себе сложные. Это и приобретение, это тоже кризисный момент, и потери, это тоже кризисный момент. Все-таки такая стандартная ситуация, мне кажется, вы с ней часто сталкиваетесь, что ребенок часто находится в один дом, потому что родители там работают, внешняя семья благополучная, но ребенка, наверное, не хватает внимания, его, наверное, это не устраивает. Вам часто поступают такие звонки? Я не могу сказать, что это часто, но такие обращения бывали и, возможно, будут. Да, то есть вот у ваших специалистов не возникает просто желание позвонить маме, папе, узнать телефон, ну и сказать, ну вы уж поговорите со своим сыном, дочкой, чтобы они сюда не звонили. Основной запрос от ребенка в данный момент, это то, что мне плохо, мне одиноко или страшно. Консультант отрабатывает, сопровождает ребенка до прихода мамы или кого-то из взрослых. Это может быть и чтение литературы, и обсуждение интересных тем, нахождение хобби. Основная задача – это занять ребенка, пока не пришли взрослые. Если ребенок открытым текстом сообщает, что мне плохо и мне не уделяет нужного внимания и дает номер телефона мамы, то этот звонок может быть вынесен на обсуждение и, возможно, реагирование. А обсуждение кого? Коллегиально-психологическая служба. То есть бывает так, что вы действительно звоните родителям и говорите, вспомните о ребенке? Если был запрос, то, возможно, опять же, ситуация, выходящая за рамки телефонного консультирования. Понятно. Вот вы сказали, что ребенок звонит, ему одиноко, ему страшно. Чего дети боятся чаще всего, скажем так? Какие вообще страхи у детей бывают? Ну, если это маленькие дети, то страхи обычно того, что я один дома, или там мама вышла на 10-15 минут, а посмотрела страшный фильм или почитала книгу. Ну, страхи мифические, скажем так. Если это взрослые, то это опять страх отношений, настроение потери отношений, страх экзаменов, страх чего-то нового или решение нужно принять. Я не знаю, как это сделать. Получается ли так, что вам некоторые дети начинают постоянно названивать? Вот у него там, он сегодня один дома, я позвоню, там, вот я двойку получил, я снова позвоню. Много ли таких случаев или мало? Есть такие дети, их не так много, но они есть. Но это о чем говорит? Что ребенок совсем не самостоятельный или то, что вы хорошо отработали? Наверное, это надо спросить от тех детей, которые звонят. Может быть, именно тот консультант, на которого попадает ребенок, ему становится симпатичен и ищет внимания, поддержки. А это вообще хорошо, что если, ну, понятно, есть разовый случай, то есть ребенок позвонил, он там справился с проблемой и забыл про телефон доверия. А если вот ребенок постоянно пытается решить свои проблемы при помощи других людей, пусть взрослых, пусть ему незнакомых, это вообще хорошо или плохо? Мне кажется, это не очень хорошо, когда ребенок вот к чужим обращается. Смотри, какая проблема. Есть же категория взрослых, которые перекладывают решения проблем на другие плечи. Надо учить ребенка в такой ситуации, принимать самостоятельные решения. И еще раз говорю, готовых решений психолог не дает. Не говорит о том, что вот пойди, сделай так или так. Все равно рассматривается тот спектр возможных решений, которые сам ребенок уже для себя в подсознании выбрал. И что ему ближе в данный момент, какой выход он сам видит более для себя приемлемым, тот выход он использует. Все-таки ваши специалисты, вот эти люди, они психологи, они, чтобы работать на телефоне доверия, нужна ли какая-то другая подготовка специальная? Вот чему учат, чтобы работать на телефоне доверия? Есть обучение консультантов, именно консультантов телефона. Также я уже говорила о том, что психолог должен обладать рядом качеств, которые ему присущи как характер человека. Потому что не имея такого ряда качеств, человек не переработает. Ну это какие качества должны быть? Терпение, умение слышать, возможность поставить себя на место другого, то есть я могу оказаться в такой ситуации. Дружелюбные люди. Да, и много у нас таких психологов. Хватает. Вот номер федеральный, про этот номер, если почитать в интернете, его активно популяризирует Астахов. То есть это все связано вот с той волной суицидов, которая одно время была. Или это просто как бы элемент развития нашего общества, на ваш взгляд? Ну изначально линия создавалась не именно детская, вообще детская фонда доверия. Как я уже сказала, это профилактика суицидов и жизненных трудных ситуаций. Все-таки это в помощи детям создавалось, чтобы поддержать, чтобы была возможность обратиться в трудные для себя ситуации, когда некому обратиться или человек теряет доверие к миру. Бывают же такие ситуации. Все-таки вы говорили, что на телефоне доверия есть определенное кодирование проблем. То есть это все естественно фиксируется, это все, как вы говорите, кодируется. Потом эти данные куда-то передаются, ну наверх, скажем так, номер-то федеральный все-таки. То есть вот мы приняли там 50 звонков, из них 20 звонков по такой тематике, 10 звонков пошутили и еще там 20 звонков по такой тематике. Но я думаю, что это устройство телефона доверия, оно не совсем должно бы оглашаться. Ну то есть, наверное, все-таки эти проблемы как-то... Не, я имею в виду просто вот есть ли какая-то социология, то есть... Конечно, отслеживается, да, и идет отслеживание проблем, которые в данный момент наиболее волнуют население, да, в частности детей, подростков. И с чем это может быть связано чисто логически? Если это волна там страхов к экзаменам, то это, разумеется, уже окончание учебного года. Если это взаимоотношения в семье, с чем это может быть связано? А у вас, вот вы сказали, по временам года вот эти страхи, звонки, они как-то отличаются? Ну сейчас, понятно, да, наверное, экзамены. Особенно сейчас, когда первые результаты пойдут, там больше страхов, наверное, возникнет у кого-то. А вот зимой и осенью с какими проблемами дети звонят? Тем они остаются одни и те же. Как я уже озвучивала, просто количество звонков бывает с наплывом, а бывает чуть меньше. А дети о вашем телефоне доверия откуда узнают? Ряд сотрудников психологов занимаются психопросветительской деятельностью. Еще раз говорю, мы выезжаем в школы, в районы, в городе. Сейчас к празднику 17 мая мы тесно сотрудничали с начальником автовокзала Липецка, железнодорожного вокзала, начальники колонн, которые размещали наше информирование в пригородном и городском транспорте, Нижний парк, Верхний парк, также Парк Победы. Мы размещали свою информацию о номере. Светлана Валерьевна, спасибо, что пришли, спасибо, что ответили на наши вопросы. Это была программа «Точка зрения». И сегодня у нас в гостях была заведующая отделением экстренной психологической помощи по телефону доверия Светлана Кобзева. Это была программа «Точка зрения». Будьте здоровы!